Что если мы зря переплачиваем каждый раз, когда покупаем, а не арендуем? Так ли уж нужны нам все эти покупки, если зачастую дешевле взять вещь на прокат? У тебя есть квартира? А машина? Ответ на эти вопросы как-то сразу меняет отношение к человеку. Считается, что если ты купил себе что-то дорогостоящее, значит добился определенного положения в обществе. Где-то так оно и есть, ведь для всех этих покупок нужно заработать деньги. Но что если покупка в принципе не является необходимостью? Несколько дней назад один парень предложил своей знакомой прокатиться по Днепру на лодке. Из предыдущего общения с ней он сделал вывод, что она из состоятельной семьи. И вот какой у них вышел диалог. Привет, я подумаю на лодке поплавать, пока погода хорошая, составишь мне компанию? А у тебя есть лодка? На лодке он плавает раз в год или реже, поэтому покупка лодки всегда казалась ему глупостью. Но этот диалог заставил его задуматься о том, почему одни люди стремятся все обязательно покупать и владеть, а другие живут так, как им удобно, и при необходимости берут вещи в аренду. Владение – это по сути та же аренда. Когда семейная пара покупает или берет в ипотеку квартиру, в обществе это вызывает одобрение или как минимум понимание. Молодая семья хочет обустроить себе гнездышко, хочет стабильности, чтоб детям было где жить, да чтоб было что передать по наследству. Да и вообще, недвижимость – это один из немногих более-менее надежных способов инвестировать капитал. В конце концов, если есть средства, почему бы не купить квартиру? Если посчитать стоимость квартиры и сравнить ее с арендой, то окажется, что расходы на покупку и аренду примерно сопоставимы. Конечно, во владении квартирой, как и в аренде, есть свои очевидные плюсы и минусы. Загвоздка лишь в том, что владение – это по сути та же аренда. Ничего из того, что у меня есть, по-настоящему не принадлежит мне. Как долго простоит купленный вами дом? 30? 40? 100 лет? Если вы думаете, что через 50 лет с вашей квартирой все будет хорошо, посмотрите на хрущевки. Вообще, очень немногие дома переживают своих хозяев. Выходит, покупка квартиры – это все равно, что долгосрочная ее аренда. Недаром в том же Китае покупка квартиры дает право собственности всего на 70 лет. Как насчет автомобиля? Вы покупаете автомобиль навсегда ли? Даже если вы не будете его менять, как долго он вам прослужит? 10? 20 лет? Потом он отправится на свалку, а ведь когда-то он был весь ваш. Выходит, покупка автомобиля – это тоже долгосрочная аренда. Как насчет человеческой жизни? Человеческое тело, которое дается нам совершенно бесплатно, оно ведь тоже не вечно. Мы, по сути, берем на прокат свои тела. Кто на 30 лет, кто на 60, кто на 90 лет. Мы сами делаем внутри евроремонт, выбираем качественный бензин, гоняем тело на техосмотры к врачам. Но тело все равно не наше, потому что оно не вечно. Мы не можем обладать чем-то на века, поэтому не можем назвать это владением в полном смысле этого слова. Есть ли в этом мире хоть одна вещь, которой мы можем по-настоящему обладать? Вряд ли. Дома разрушаются, автомобили сломаются и заржавеют, а бывшие владельцы уйдут в мир иной. Зачем же мы покупаем? Человек, живущий в мире нестабильности, готов платить двойную цену за хоть какие-нибудь гарантии. Покупая квартиру, мы надеемся, что никто нас оттуда не выселит и что ремонт можно будет сделать по своему вкусу, не вступая в диспуты с хозяином. Покупая автомобиль, мы хотим быть уверены, что когда нужно, он всегда будет доступен. И новую одежду мы покупаем, чтобы быть уверенными, что ее до нас никто не носил и что она всегда будет под рукой. У человека в сутках всего 24 часа. Сколько времени вы сможете уделить своим вещам? Пару часов на автомобиль, 10 часов на костюм, несколько часов на телефон и электронную книгу, минут 20 на велосипед. Все остальное время эти вещи простаивают, тогда как могли бы служить кому-нибудь другому. Но ведь вы заплатили за полное время. Не переплата ли это? Покупая то, что можно взять на прокат, мы доплачиваем за чувство уверенности. И это чувство зачастую имеет мало общего с реальностью, как в случае катаклизмов, войн и землетрясений, которые могут сравнять ваш дом с землей. Так и в случае обычных бытовых неурядиц, вроде угнанного авто или случайно порванных джинсов. Нигде нет гарантий. Поэтому, если вы видите человека, который со спокойной душой живет в аренду, снимите шляпу. У него стальная выдержка, ему не нужны гарантии. А вот если у человека прослеживается явная любовь к шопингу и чрезмерное желание копить на дом, яхту, катер, самолет, то возможно, что он таким образом стремится компенсировать свои страхи, почувствовать безопасность и установить контроль над своей жизнью. Похлопайте его по плечу. Мораль. Арендуя, вы не переплачиваете за гарантии уверенность в завтрашнем дне. Поэтому арендовать выгоднее, чем покупать. На этом у нас сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok